Приветствую вас. Вашу проблему условно я бы разделил на две части. Собственно, страх одиночества и вот это вот ощущение одиночества. И вопрос внешности и характера. Смотрите, что касается одиночества, то здесь по сути, говоря о принятии себя, речь идет исключительно о формировании адекватного отношения к своим недостаткам и формировании решения по поводу того, что же с ними делать. Либо как-то менять, либо оставлять и учиться их, так сказать, направлять в позитивное, конструктивное, полезное для себя русло. Вот. Один, принятие себя, это именно формирование отношения не ценностного, не оценочного, а формирование реалистичного отношения к тому, что вы из себя вообще представляете. Технически это работает примерно так. Человек выписывает все свои плюсы и все свои минусы. По каждому минусу выписывает аргументы, почему он считает это минусом и откуда он это узнал. Ну, а далее, далее начинается работа по критическому осмыслению этих самых минусов. Поскольку мало какие минусы можно исправить вообще до конца, потому что у человека примерно по ровну минусов и плюсов, ну, как говорится, гомеостаз в действии, вот, то очень важно сформировать для себя определенный такой план по минимализации этих самых минусов, да? То есть, если, например, у человека в качестве минуса представляется вспыльчивость, допустим, вот просто вспыльчивость, то мы здесь говорим о некой такой хаотичности эмоций. То есть, человек в целом эмоциональный, но вот вспыльчивость, это такая вот негативная история. И нам очень важно поработать над уменьшением этой самой вспыльчивости, вот, ну и так далее, и так далее. То есть, принятие себя, это именно формирование отношения к своим недостаткам, к своим каким-то особенностям. Иногда речь может идти о чувственной составляющей данного момента. Когда, например, человек считает, когда человек стыдится, каких-то своих, ну, опять же, каких-то своих особенностей, да? Вот. И, в общем-то, если человек стыдится, например, или, там, осуждает, или что-то еще, и происходит это на чисто на эмоциональном уровне, то есть, головой человек все понимает, установки уже нет, а чувства все еще, все еще присутствуют, то речь идет о такой более глубокой истории, и речь идет здесь о необходимости возрастной регрессии, о проживании моментов, когда человек, по сути, интроектировал в себе то или иное чувство, негативное по отношению к самому себе, и, по сути, заместил этим чувством свое собственное ощущение своей особенностей. Вообще-то говоря, мы плавно переходим ко второй части вашей проблемы. Вообще-то говоря, человек, который не принимает себя, вряд ли может построить отношения, потому что, не принимающий себя человек, как правило, выбирает в партнеры того, кто мог бы дополнить, словно фигурки в Тетриксе, мог бы дополнить недостающие звенья, да? И такие отношения, по сути, получаются созависимы, и нет ничего удивительного в том, что вы говорите про своих партнеров, которых около одного процента, и, в общем-то, которым вы нравитесь. Это, по сути, те самые фигурки, которые могут заполнить вот этот пробел, да и того, как я понимаю, не очень качественного, который у вас есть. То есть, человек не может адекватно построить отношения с кем-либо, не принимая себя, потому что, не принимая себя, человек не может принять другого. Не принимая другого, построить отношения нереально. Дальше, что касается внешности, то здесь у нас имеет место быть комплексы. Комплексы, это, по сути, принятие каких-то таких общественных стереотипов поведения, и, в общем-то, следование им. Вот. Здесь я рекомендовал бы почитать вам книгу «Я умею прыгать через луч». Хорошая книга для первичного взгляда на комплексы внешности. Что касается характера, то характер состоит исключительно из когнитивных, когнитивных и эмоциональных, реже, установок, которые при желании можно изменить. Да, есть определенные границы, да, есть определенные ограничения с подобным изменениям, но изменить можно. Вопрос заключается в том, готовы и хотите ли вы работать над этим вопросом. Вот. То есть, это вопрос терапии, не одноразовый. Вот. Дальше. Последняя часть ваших вопросов, состоящая из двух пунктов, это то, что, я думаю, не у меня одного такая проблема, и интересно было бы почитать, кто как это преодолел. Вопрос не совсем корректный, потому что, если вы обратите внимание на раздел форума, в котором вы задаете свой вопрос, то это вопрос к специалистам. Соответственно, дело здесь не в том, кто как преодолел, то что указывал свой путь, а дело в том, чтобы помочь вам найти свой путь по преодолению. И косвенно проблема, в том числе, заключается еще и в том, что вы, говоря о том, что страх одиночества мешает вам работать и развиваться, по сути, подтверждаете то, что нет ничего сейчас такого, что было бы вам интересно, что захватывало бы вас, что выступало бы делом всей вашей жизни. То есть, вы себя, грубо говоря, не нашли. И найти себя, это еще одна важная задача, которая решает, на самом деле, почти все ваши проблемы. Может быть, вы встретите кого-то, может быть, вы встретите, это зависит не от внешности и не от характера. Он, в качестве примера, можно привести того же Киану Риза, например, вот, который, которого он ждал, вроде как, в 53, он никогда не был женат. Я уверен, что смешность у него там все в порядке, как и с характером Сония. Вот. Но, тем не менее, то есть, дело здесь абсолютно не во внешности и не в характере. Вот. Дело здесь именно в том, куда человек идет, куда он движется, движется, и как он видит окружающих людей на своем пути. А то, что называют, ну, то, что называете вы, и не только вы, это, по сути, просто стандартные такие элементы рационализации. Рационализации, по сути, страха близости. Потому что, извините меня, если человек умеет смеяться над своими особенностями, если человек не относится к себе серьезно, а вы, простите, серьезно к себе относитесь, то с ним гораздо легче общаться. И очень быстро на все особенности внешности и характер забивается просто и обращается внимание на положительные стороны. И, естественно, это возможно в определенных условиях. Это никак не возможно в условиях, например, сайта знакомства. Это никак не возможно в условиях знакомства на улице. Это никак не возможно. Я знакомство из Сирии увидел там понравившегося партнера, подошел к нему и начал знакомиться. Нет. Это возможно на более серьезном уровне, на более высоком духовном, на более интеллектуальном уровне. Вот. Вопрос, опять же, заключается в том, хотите ли вы на этом уровне быть, находитесь ли вы там, и как правильно использовать свои возможности и свои способности. При вашем желании во всем этом можно вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вы заходите заняться в психотерапии, выбирайте любого специалиста и начинайте работать. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Так, спасибо富ицине. Чтобы Food mobility и возможность М§ М М М М Продолжение следует...